всем привет ребята вы залетели на дымный по-настоящему дымный яркий видос вы на live today мы собрали здесь кучу разнообразных дымов здесь по моему аж 11 цветов их в принципе используют в качестве сигнальных для фотосессии и так далее но вы знаете ребята это не для нас мы придумали им кучу разных веселых и интересных применений и сейчас мы вам это покажем как я уже говорил фаеры предназначены для того чтобы сигнализировать и себе допустим вы где-то потерялись заблудились и так далее фаер поможет вам себя обнаружить сейчас мы проверим как это выглядит на практике сейчас будем пробовать сигналить вертолету самолету что ребята я заметил вертолет сейчас буду зажигать сигнальный дым и будем надеяться что нас заметят ну скажем так если будет ветряная погода то шансов спастись у вас будет намного меньше ветер сразу же раздувает дым и его плохо видно с воздуха ну а теперь перейдем к нетрадиционному использованию дымов и запарим его в машине при этом еще будем ехать там и нахер буквально за несколько секунд всю машину заволокало густым дымом настолько что не видно было совершенно ничего при таких условиях мы смогли проехать всего пару десятков метров блин ни в коем случае такое не повторяйте реально не видно ехать если без противогаза там сразу же можно задохнуться поэтому мы снимали в подготовленных условиях в контролируемых ни в коем случае такое не повторяйте больше блин это было настолько жестко капец в 2 секунды буквально заволокло все зеленым дымом реально я не видел уже куда мне ехать дым был настолько жестким что вот нам покрасила в уазике даже стекла лобовуха наполовину покрашенная боковое кстати на основании этого тема придумал еще одну идею использования зеленых дымов а сейчас я покрашу зеленым дымом некоторые изъяны в нашем уазике я думаю будет лучше чем на исток не знаю получилось ли красиво но то что слава нас убьет это я знаю точно так ну что следующая наша локация это огромная огромная яма реально ребят никто не знает какой она глубины сейчас мы это попробуем выяснить при помощи дыма забросим туда дымовую шашку и посмотрим реально увидим ли мы хотя бы дым если кидать туда камень то его практически не слышно как он падает ну так еле-еле мы попробуем проверить при помощи дыма увидим или мы вообще дым со дна этой ямы не слышно вот еле-еле если вы слышали подпишись о слышали надо подписываться сейчас я попробую со штатива показать насколько она стрёмная блин если честно мне страшно здесь стоять смотрим так ну что ребята сейчас мы проверим будет ли все таки видно дым из ямы ну такой кстати дым густой все я бросаю в первый раз мы ничего не смогли рассмотреть в темноте шахты кажется что она бездонная но поигравшись с настройками камеры и выкрутив зум на максимум нам удалось увидеть дно сейчас четко видно желтый дым интересно то что он не поднимается наверх из дыма образовалось что-то напоминающее грибок и он просто стоит на месте думаю это из-за того что на дне шахты атмосферное давление значительно выше чем на поверхности дым ребята видно но видно плохо а на камеру так тем более поэтому возьмем fire кинем в то же самое место и посмотрим на результат погнали проверять пробуем бросить fire все погнали упал только что первый fire совсем не было видно что же возьмем штуку помощнее он в воду упал по случайности у нас машине оказались еще и петарды будет глупо их не проверить слышали это было просто маленькая петарда ребят короче fire вышел реально круче даже чем дымовуха во первых он яркий во вторых очень густой дым и мы реально увидели куда он упал он горел там на дне примерно даже видно было дно на камере этого не будет видно скорее всего потому что все заволокло дымом тут у нас кстати появилась идея забросить туда двенадцатый корсар я надеюсь мы не вызовем обрушение короче я думаю это будет очень жёстко охренеть сетри вид даже трещина он пошла по стене смотрите он он даже трещина по стене пошла блин офигеть и что лучше двенадцатый или по двятый блин это реально похоже на какие-то раскаты грома а теперь попробуем привязать дым к квадрику сделать запал из бенгальского огня и взлететь как можно выше бенгальский огонь перепалит нитку и дым полетит вниз я думаю это будет круто сто метров квадрик улетел настолько высоко что мы даже потеряли его из виду в какой-то момент я подумал что ничего не получится и тут Поджегся, 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 упал. А, получилось! А теперь попробуем поместить дым в бутылку и закрутить. Посмотрим, что будет. Ага. Блин, шашка упала на бок и пропалила баклагу. Ладно, попробуем по-другому. Уже надувается бутылку. Воно горло. Воно горло. Ну что, посмотрим, что внутри. Ого, закоптилось. А ну. Смотрите, ребята, она покрасилась ровно по уровню земли. А сейчас будет по-настоящему странный эксперимент. Мы проверим, возможно ли при помощи струи из Керхера разогнать дым от дымовой шашки. Странно, правда? Фиолетовая вода! Что ж, действительно, напором воды под давлением можно рассеять дым. Ну что ж, ребята, эксперимент с Керхером удался. Напор воды реально рассеивает дым. Все это работает. Я не знаю, где вы можете применить данное знание на практике, но это прикольно. Ну а на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok